Партнеры проекта Country Club Riverside, Голубевский мясокомбинат Lear, Цейлунский чай Impro от официального представительства ImproRus. Здравствуйте, дорогие друзья! Это новый проект на телеканале Первой городской шоу талантов на Первом городском. Если вы обладаете какими-либо талантами, то вам просто необходимо было принять участие в нашем кастинге и побороться за главный приз, а это ни много ни мало 100 тысяч рублей, друзья. Но отбор уже состоялся и десятки претендентов прошли через жесткие журнала отбора и 32 участника вышли в финал. Те самые 32 участника поделены на 4 восьмерки. Сегодня мы увидим с вами первую восьмерку. Ну а в финал уже пройдут по 2 человека из каждой восьмерки, которые составят ту самую финальную восьмерку. Вот они как раз в преддверии Нового года поборются за самый главный приз – 100 тысяч рублей. Сегодня в программе воздушный гимнаст Пинчуков Даниил, футбольный фристайл от Лисаченко, Максима и Казакова Дмитрия, танец живота в исполнении экзотик-дэнс-шоу, поэт Герасименко Михаил Дмитриевич, певица Полынова Алина, фокусник Илья Мух, танцовщица Васьковская Ольга и целое бумажное шоу от коллектива «Ля Феста». Ну, в общем-то, таланты у нас за кулисами и уже готовы. Самое время познакомиться с людьми, которые будут вершить судьбы сегодня и распределять те самые награды. В жюри у нас сегодня тоже, безусловно, талантливые люди. Их немного, но талант их безграничен. Дамы и господа, с удовольствием вам представляю профессиональную певицу, большого друга нашего телеканала, телеведущую, бесконечно можно перечислять твои все привилегии, как еще, артистка театра эстрады, да, Дома искусств. Анна Гринь, друзья, просто потрясающая девушка, по-моему, аплодируйте, пожалуйста. Ну и второй шлен жюри. Человек, который объехал практически весь зимой шар. Мне кажется, перечитал все самые главные и нужные книги в мировой литературе. Топовый блогер Калининграда. Харизматичный, интересный человек, которого, мне кажется, нашим участникам будет удивить крайне и крайне сложно. Дмитрий Евсюткин. Ваши аплодисменты. Друзья, мне кажется, по одному внешнему виду человека понятно будет, что вот именно этого члена жюри будет действительно сложно удивить. Художник, дизайнер, человек, без которого не обходится ни одно городское мероприятие. Александр Львович Смирнов, друзья, ваши аплодисменты. Ну, дорогие, все зарегистрировано на этой уникальной шляпе. Ну что ж, уважаемые жюри, дорогие наши гости, зрители, телезрители, Николай, мне кажется, все готово к началу нашего шоу. Абсолютно верно. Но перед тем, как участник под номером один поднимется на эту сцену, мы сейчас с ним немного пообщаемся и отправимся за кулисы. Но ваше все внимание на сцену. Дань, я вижу, ты слегка волнуешься, и это нормально. Ты уверен в своих силах? Да. То есть ты идешь туда сейчас разорвать зал, показать члену жюри, все на что ты способен? Естественно. Ну, красавчик, удачи тебе. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Ну что ты, довольны с вами выступлением? Да, доволен. Все показал, вот прям на 100% выложился, никаких ошибок, прям был красавчик. Да. Ну, молодец. Молодец. Так, держи. Спасибо. Идете за деньгами на сцену? Идете за деньгами на сцену? Единственный, кто мне сказал на визитке, что идем за деньгами. Сказали правду. Это честно. Все лукавит. Все идут за деньгами. Ну что ж, я старался смотреть в глаза. Удачи. Удачи. З Understood. Идите за деньгами на сцену. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приглашаем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Михаил, вы чистите или читаете? Свою Много у вас ваших пыков? Где-то, может быть, 400 Вы как-то читаете мысли А кто вы по профессии? Я пенсионер сейчас По образованию? По образованию, учитель пения и музыки Прекрасно, ну творческий человек, конечно, это видно А вы уже выпускали какие-то, может быть, фолианты? Нет, не выпускал Просто как бы для себя зацепит что-то, так напишет И, собственно говоря, я сюда попал-то, случайно Мне сказали, что почитать стихи Я думаю, может, какой-то конкурс чтецов и так далее То есть я не претендую ни на что Просто хочется поделиться Это прекрасно, люди же должны знать о том, что есть такое прекрасное творчество И у вас такие замечательные стихи А может быть, у вас возникала мысль когда-нибудь Наложить ваши стихи на музыку У нас есть несколько прекрасных композиторов в городе Калининграде Ну, я знаю, да, конечно Так он и сам занимается, музыку преподает Ну, если человек, может быть, вы и музыку пишете? Ну, я чисто для себя так Кругу семьи Кругу друзей У меня есть замечательный детский коллектив Можно попробовать поработать вместе Можно Какой скромный мне нравится Вот песенка с детками про собачку Великолепная песенка Мы современный коллектив, мы про собачку не поем Нам нужно уже вот современщина А что, может, что-то есть современщина? Ну, я могу Басню, басню Давайте Проснувшись в полдень, волк надумал подкормиться Брел по тропинке и обнюхал следы Друг шорох Видит рыжая лисица Несет корзинку полную еды Волк не с вопросом Рыжая плутовка Где ты смогла с утра еды достать? Лесам ответ, что здесь нужна сноровка Но главное, пораньше надо встать Насчет еды в лесу порядки строгие Чтобы выжить, звери бьются меж собой Мы знаем с детства Волка кормят ноги Но все же важнее думать головой Мораль проста, чтобы выжить в этом мире Быть не нулем, а кем-то в жизни стать Ответ простой, как 2х24 Все можно сделать Главное, не спать АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я не люблю стихи То есть я стихи считаю Ну, сплошным декадансом В романе «Мастер и Маргарита» Мастер не зря спросил Ивана Бездомного Вы пишете стихи? Он говорит, да Говорит, хорошие, я не уверен Я вместе с мастером могу повторить Не пишите их лучше Спасибо На здоровье Вот у нас разные судьи Спасибо вам большое Пожалуйста, спасибо вам АПЛОДИСМЕНТЫ Чем планируете сегодня жюри удивить? Футбольный фристайл Футбольный фристайл? Сильно расстроились, когда узнали, что службы нет жюри сегодня? Нет Нет? Нет Не сильно, да? Ну, вы настроены Решительно Тогда не будем вас задерживать Удачи, поехали Девушки отдыхают Тьфула Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова Мира, будущее и по футболу. Парни, ну, слушайте, я смотрю, что вы не только спортивные, вы еще и веселые, с юмором, знаете, это у вас где-то в глубине души. Ну, да, у каждого есть какое-то чувство юмора. Мне кажется, сейчас девушки должны отодвинуться немножко подальше от своих грантов, потому что, когда такой красивый мужчина в кадре, нет, я не про себя сейчас, я про нашего участника, знаете, ли уж можно сойти с ума. Илья, скажи, пожалуйста, чем ты сегодня собираешься? Удивительный. И в первую очередь, да, как и всегда, я буду всех обманываться. Для тех, кто еще не понял, я иллюзионист, и все всегда ожидают от иллюзионистов каких-то особенных действий, чтобы они научили людей показывать фокусы. Но очень просто и интересно, я вам покажу. Все мы помним, да, как надо отрывать палец. Но усовершенствовать можно его подкинуть, и присобачить обратно, и, короче, все будет работать. Ваша помощь мне сегодня пригодится, уважаемые члены Дерих. Позвольте, я спущусь к вам, потому что все мы знаем, а хотим, давайте соберем в маленькую игру. Смотрите, поразрачный пакетик, видно? Да? В этом пакетике есть коробочка с картами. Я поверну, чтобы было... Видно? Коробочка с картами, там будет маленькое предсказание, поэтому пока его спрячу к себе. Давайте уступим кому-нибудь право выбрать любую карту. Я знал. Девушки. Аня, посмотри, пожалуйста, все карты абсолютно разные. А, у, джокеры, джокеры. Два джокера у нас по бокам сидят. Это вам. Спасибо. Это очередная взятка. Аня, пожалуйста, возьмите любую карту, абсолютно любую, не подглядывая. Так интересно. Любую. Ну, любую. Тяжело будет? Ладно. И чтобы сделать карту уникальной, на лицевой стороне, пожалуйста, напишите все, что угодно. Номер телефона, например. Мой. Я продиклю. Все? Давайте маркер, а то разрисуйте все вокруг. Итак, дорогие друзья, многие из вас думают, что же делать, если карты находятся в руках фокусников. Правильно? И многие, как вы видели, убирают карты в колоду. Поэтому специально для вас мы уберем карту примерно. Вас устраивает это положение карты или ниже, повыше? Вот что-то вроде того поглубже. Это так. И многие думают, что ловкость рук и никакого машинства. Возьмите, перемешайте, пожалуйста, карты очень-очень быстро. Так вот, помните, ловкость рук — это не все, чем обладают фокусники. Вы заметили, что я много разговариваю, иногда волнуюсь, поэтому ловкость языка подводит. Но этот фокус как раз-таки заключается в том, чтобы показать вам ловкость языка. Это первый и единственный фокус в мире, когда ловкость языка оказывается на сцене. Итак, дамы и господа, во всей этой огромной колоде карт есть одна карта, которая была подписана Анной. И вы знаете, иногда я очень переживаю, поэтому тренирую язык. Готовы? Анна, вы готовы? Не всегда готова. Первый раз на сцене калининградского Риверсайда показывается ловкость. Риверсайда И в принципе, это на самом деле. Оно. Эта ваша карта. Эта ваша карта. И это инфиал, инфиал, футбол лидия. Видимо, завтрака осталось Если я не ошибаюсь, то ваша карта была похожа на 5 пики И это вот она Не переживайте, она Это волшебные слюни, они исчезнут Спасибо, дорогие друзья Так просто начиналось Фокусу лет так 200 350, если быть честным, когда люди начали есть карты Вот только начали в карты играть Но то, что ели, это кто проиграл А тут раз, что-то на телефоне выплывает такая же карта За рта надо было химическим карандашом вообще подписать Языком ловкости языка Дубликаты После всех этих голливудских фильмов, которые последние годы Нас завораживают про иллюзионистов, фокусников и все остальное Конечно, я не впечатлен, честно говоря Но все равно, как в детстве, удивлен Я, допустим, тоже не скажу, что обескуражена, но эта техника великолепная И видно, что много лет потрачена на отработку фокусов И ты очень харизматичен Я знаю, что ты опытный фокусник Да? Можно тебя так обзову? Трисо-дижитатор Вот Искусный обманщик Я думаю, что девушкам это должно нравиться Я так и записал, обманщик Конечно, самые лучшие фокусы Это делятся на две категории Тогда, когда что-то исчезает из твоей жизни Например, жена, допустим Или теща, допустим Кому-то не повезло Да Или, например, пребывает в твоей жизни Например, из потолка падают деньги Тоже прекрасно Вот надеемся, что Стоящее Да, надеемся, что ты к какому-то времени Будешь обладать двумя этими способностями Ну что, у тебя все получилось так здорово? Да, наверное, почти Что Ну, Коля вытащил правильную карту заранее Съедомные как-то не оказались Хотя мы обещали, что там был хороший вкус Члены жюри там прямо жгут по полной программе Даже те выступления, которые, казалось бы, эмоциональные, добрые люди Они прям вот так требовательны Ты испугалась еще сильнее? Вообще да Голосок не будет отражать? Ну что? Ну ты же профессионал Потому что у тебя все получится Давай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И опять еще одну песню. Как ты сама считаешь, все ли получилось? Я считаю, что все получилось. Я старалась, я не вернусь, попробую. Зрители поддерживали? Да. Гениальный партнер шоу «Нулантов» на первом расходе – голодовский мясо-клубернат «УАЭФ». Они дают нам умереть от жажды в настоящий целомский чай. Им про «Русс» – вкус настоящего чая. А за прекрасное место, где мы записываем шоу «Нулантов», мы благодарим гостиничный комплекс «Риверсайд». Гостиница, рестораны, ванный комплекс – место для настоящего семейного отдыха. Приглашаем! Только красный цвет. У мужчин отключается какое-то полушарие мозга. У меня оно уже почти отключилось. Я надеюсь, члены жюри тоже оценят. Ты нацелена, я так понял, прям агрессивно на победу. Хочется. Музыка С… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ребята, удачи. Рука, сжать, рука, сжать. Давай, все, вперед. Ребята, удачи. 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 Расходуете бумагу Я вас умоляю, она ненатуральная Это переработка Я понял Я просто вспоминаю Вспоминаю В давние времена Был такой народный артист Геннадий Хазанов И Первый номер, с чего он начал Свой путь на эстраду Было то, как он изобразил утюг Вот в принципе, если бы Вот все разложили И в этих костюмах изобразили Льдины То за антураж За костюмы я бы поставил 10 баллов Из 10, а если бы вы изобразили Льдины, я бы поставил еще 10 баллов Но когда вы начали под музыку Прыгать Я понял, что тут нужно еще поработать То есть вам нужно научиться Настоящей льдины изображать Режиссура пошла Ты дорого берешь Ну, так Льдины мы как-то не планировали Мы планировали Хулиганство Баловство Вроде бы Мини-мини-пиги Вот они мне как-то сами такие вот Они беленькие, я черненький Да? Ну, у нас шоу как бы вот талантов Вот какой-то изюминки вот им не хватило Так что и с вами не прощайся На детской мутернике на своем Ну, а пригласите, я вас там тоже буду Черненький Ребят, в общем, цензура, враг ваш Вы сегодня не проходите Олечка, танец Нам не хватило огня Даже не знаю Мы, конечно, не профессионалы в этом Да, мы за вас очень переживали Но не хватило эмоций Мы немножко не поверили Да, все было прекрасно вроде бы, да Но Как бы это ни тронуло те струны души Которые вот они должны Должен был танец затронуть Потому что танец, он как бы самовыражение Он должен так же, как и песни, как и стихи Они должны как-то вызывать какие-то чувства Ребят, мы правда На нас такая ответственность Мы очень хорошо все обдумывали Поэтому сейчас мы стараемся подбирать так слова Чтобы никого не ранить, правда И быть объективными максимально Потому что мы старались вот сердцем, душой Да, выбирать вас Ну, про футболистов, да Ребята мне понравились И я думаю, если они будут над собой работать И участвовать Они будут Участвовать в Comedy Battle, допустим То у них очень прекрасное будущее В сценическом жанре Я думаю, у них лучше получится Потому что они абсолютно быстро отвечают на все вопросы За словом в карман не лезут На зрителей смотрят без боязни На жюри тем более И это на самом деле для меня поразительно Как люди себя так раскованно ведут на сцене Что касается фристайла Но поскольку у меня сын 10 лет занимался футболом Я чуть-чуть в этом разбираюсь Поэтому с фристайлом нужно работать, работать и работать Я думаю, что поскольку у вас есть мечта сыграть когда-нибудь в Барселоне То с фристайлом когда-то у вас будет все хорошо Поэтому удачи вам Старайтесь Думаю, что все получится у вас Обманщик Ну, как бы Не обманул тебя он, я так понял Меня не обманул? Да, тебя не обманешь Ты слишком хитрый И карту съел Ну Она высохла, кстати, правда И технологиями пользуется В общем, Саша хотел сказать то, что Иллюзионист сработал отлично Да, но чуток Кого-то надо выбирать Но чуток не дотянул Ну, это бывает среди иллюзионистов, в принципе Такой народ С ними ухо держать нужно востро Просто реально шоу талантов И хочется увидеть, конечно Что-то такое, что прям цепляет Прям ах Алин, что касается вокала Хочется мощи Хочется, чтобы вы отыгрывали все-таки это актерски Чтобы вы немножко доработали Свою вот энергетическую подачу Вот что вы хотели нам сказать Как бы техника круто Ну, правда, у вас есть вот это природное И Как бы оно чувствуется Но кроме меня никого не зацепило Ну, просто я в этой теме Поэтому, наверное, я ближе всего это воспринимаю И понимаю, что это на самом деле очень сложно Ну, как-то вот не хватило остальным Я думаю, вот запастись чем-то своим Свои эмоции Своё выражение И обыграть это Было бы лучше, чем перепивать Она импровизировала, кстати Ну, мне как показалось, что недостаточно Мне казалось, что она своё, если она что-то Ну, в своём стиле Ты же есть душа И со своей душой в это войди Вот в эту музыку Это облако музыкальное Я думаю, что это получится Супер Если просто у неё это первые опыты Ну, это одно Я думаю, что Если она дальше будет продолжать в том же духе То скоро мы увидим какую-нибудь новую Калининградскую звезду Вроде 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 Влада Дэнс Да Газманова, да И прочих, прочих Если бы ты прыгнул и села на шпагат Да Уже была в финале Было бы вообще здорово Я хочу сказать по поводу Следующего конкурсанта Даниила Мне он сразу понравился Потому что Очень Абициозный молодой человек Видно, что он очень упорный Несмотря на то, что он волнуется Вполне Грамотная речь Я заметил только одну ошибку Когда он сделал своё выступление И Среди всех выступающих Он мне больше всех понравился Поэтому Я проголосовал за него двумя руками Да, я тоже У него такие искренние широкие глаза Но немножко Немножко не хватает Такой Актёрской игры тоже Ладно, ты хоть и мальчик Но ты всё равно должен общаться со зрителем Хорошо? А то у тебя всё время Такие круглые, большие Немножко испуганные глаза Но мы тебя Проводим Ты остаёшься с нами Не хочет человек Бутасолей Я хочу сказать по поводу Девчонок, которые Станцевали танец живота Невзирая на то, что у них животов не было Станцевали они зажигательно И даже я Даже у меня поднялось настроение Хотя я всегда нахожусь в настроении Не очень хорошем Потому что На меня влияет всё Тут погода Всё остальное Вся фигня Вот Поэтому девчонки зажгли Мне понравилось И невзирая на то, что они ушли Я Тоже за них проголосовал Двумя руками и двумя ногами Четыре за Да Я думаю, что Конкурсанты видят, что у нас остался ещё один человек Это Михаил Дмитриевич И на самом деле Я могу сказать, что я настояла На том, чтобы вы были третьим Кто прошёл сегодня Впервые в сезоне Впервые в сезоне Да, потому что на самом деле Это шоу талантов И мы принимали решение По отдаче из зала Вы читали стихи Это очень трогательно Пускай, может быть, они не тронули всех Но отдача зала была Как-то сказать Очень душевная Люди хлопали вам, я бы сказала, даже громче всех Хотя вы не Не садились на шпагат Не делали сальто Вы просто прочитали стихи о любви О щеночке Но это было так душевно и так трогательно И правда, люди, которые умеют писать Которые чувствуют вот эти тонкости душевные И могут поделиться этим Это правда прекрасно Вы талантливы и правда Аплодируй зрителям Зрители за тебя проголосовали Будьте с нами Партнеры проекта Country Club Riverside Голубевский мясокомбинат Lear Цейлунский чай Impro От официального представительства ImproRus Компания Lear Голубевский мясокомбинат 15 лет на рынке Более 100 видов насыщенных мясных вкусов Гастрономическое удовольствие на каждый день Собственная сеть магазинов Калининграде и области Выбор со вкусом Попробуйте и вы Сочные стейки из ямальской оленины Ароматные тартары из скандинавского лосося Черный бургер с котлетой из мраморной говядины Новый клубный ресторан Риверсайд Для влюбленных в еду Заказ столиков 99-15-99-99-15-99-0 Чистый цейлонский чай Упаковано в Шри-Ланке Impro Настоящий вкус чая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова